Добрый день, Фора Кича! Рада вас приветствовать на Марийской земле. Меня зовут Мария, руководитель ТИЦ города Ишкаралы, аккредитованный экскурсовод. Приглашаю на мини-экскурсию по Марийской столице. Сейчас мы находимся на месте, которое 20 лет назад выглядело так. В настоящее время это площадь Патриаршая, названа в честь Патриарха Московского в Сеарусе Алексея II, основателя Ишкаралинской Марийской епархии. Также неофициально эту площадь называют площадью двух замков. И не случайно здесь комплекс 12 апостолов, а также республиканский театр кукол. Каждые три часа на балконе третьего этажа можно увидеть динамическую скульптурную композицию «Вход в Господень в Иерусалим», повторяющий известный имангельский сюжет. Аналогов композиции нет ни в России, ни в мире в целом. Продолжением площади является необыкновенно красивая набережная реки Малой Кокшаги. Здесь встречаются мотивы Брюгге, Амстердам, Венеции, Москвы и Питера. В этой части набережной расположены Национальная гимназия искусств, интернат, где проживают ребята, министерство и ведомство, жилой дом, дворец Батрисочетания, библиотека, музей, строящийся университет. А напротив расположены постройки набережной Воскресенской, также площадь республики Пресвятой Девы Марии. А тут и Архангельская Слобода, и Благовещенский кафедральный собор, самый большой фонтан города с Архангелом Гавриилом, и Благовещенская башня. Какой же город без истории? Более подробно о ней можно узнать в музее истории города Ишкаралы, который находится в старинном доме усадьбы лесопромышленника Трофима Чулкова. А напротив самый молодой Кремль России, Царево-Кокшайский, построен в 2009 году. Старинные дома, храмы, Кремль находятся на двух исторических улицах Воскресенской и Советской. А неподалеку от площади Ленина расположился Ёшкин кот. Самодовольный улыбака сидит на стамейке. И, кстати, почему же Ёшкин? Потому что Ёшкаралинский. Попросту наш город, Ишкаралу, мы все называем просто Ёшка. И в Ёшке появился наш кот. Кстати, он непростой. Исполняет желание, но для начала нам надо будет с ним поздороваться, сказать салам Лиже, что значит здравствуй на английском языке. Салам Лиже. Потереть носик на удачу. И самое важное, прошептать желание на ушко коту, чтобы никто не услышал. Ну что, я все сделала. Кто следующий? Друзья, приезжайте в Ёшкаралу. У нас есть где остановиться. В уютных гостиницах города стоимость проживания от 2000 рублей. А питание разнообразно. Европейская кухня, грузинская и, конечно же, наша национальная марийская кухня стоимость завтраков от 350 рублей. И вообще, у нас есть что вам показать, чем вас удивить, что испробовать здесь у нас на вкус. Приезжайте, привозите своих друзей. И в завершение говорю вам, Пагалин и жена, добро пожаловать. Ешкаралу.